здравствуйте дорогие цветоводы гости и подписчики моего канала сегодня буду пересаживать фикус после покупки это фикус эластика триколор очень красивое растение с крупными цветными листьями в моей домашней коллекции уже есть пестролистный фикус бенджамина довольно взрослое растение и в этом видео я расскажу что делать с растением после покупки как подготовить грунт для фикуса и что делать чтобы корни у фикуса не гнили а растение быстро пошло в рост дорогие друзья при покупке фикуса внимательно осматривайте его листья если вы видите вот такие коричневые пятна то знаете что это признак загнивания корней для продажи фикусы сажают во влагоемкий грунт и в магазине растения часто заливают когда я принесла фикус домой вот этот грунт был очень влажный я поставила растение отдельно от всех горшков и не поливала около недели сразу обработала фикус с фитовермом чтобы уничтожить всех вредителей которые возможно были на этом фикусе и сейчас после пересадки я еще раз опрыскаю фикус с фитовермом через неделю после покупки грунт у фикуса хорошо просох и теперь растение можно пересаживать но вначале проверю что с корнями как вы видите здесь корни есть икос коричневые это значит что они уже сгнили поэтому тщательно убираю старый злогоемкий грунт и буду пересаживать фикус в новый хороший грунт видите вот эти светлые корешки они здоровые если вы встречаются темные коричневые корешки которые легко обрываются это значит что они сгнили итак мы смотрим что корней у фикуса не очень много и поэтому слишком большой горшок такое небольшое растение сажать не нужно вот я беру горшок объемом 1 литр причем беру прозрачный горшок для орхидеи чтобы видеть как развиваются корни и этот прозрачный горшок буду ставить кашпо друзья в горшке должны быть обязательно крупные дренажные отверстия и насыпаем крупный дренаж из крупного пирамзита или другого материала а теперь приготовим грунт для посадки фикуса фикус любит влагоемкий питательный грунт в качестве основы использую универсальный хлор люблю использовать вот такие вот почвы брикеты размачиваю необходимый объем здесь у меня примерно литр торфа и также на литр торфа добавляю литр здесь плодородного садового грунта перемешивайте два компонента и добавляю разрыхлители в качестве разрыхлителей используем циолит а также вермикулит можно использовать перлит беру вермикулит средней фракции с кусочками 35 миллиметра и на 2 литра грунта плодородного добавляем примерно 500 миллиметров разрыхлителей тщательно перемешиваю грунт и теперь приступаю к посадке вначале насыпаю сверху дренажа грунт так чтобы растение было на нужном уровне сверху мы вот этот стволик присыпать не должны поэтому вот основание должно быть примерно полтора два сантиметра ниже бортиков горшка разместив растение на нужном уровне досыпаю грунт чтобы фикус устойчиво стоял в горшке прижимаю землю для профилактики от керневых гнили добавляю глиоклотин две таблетки на горшок таблетки можно заглубить в верхнем слое почвы и после необходимо обильно пролить фикус поливаем небольшими порциями до тех пор пока из дренажных отверстий не пойдет вода и здесь прозрачном горшке хорошо видно как промокает грунт и так фикус хорошо полеет сейчас течет вся все излишки воды стекут и фикус ставлю на постоянное место при просеянном хорошем освещении и поливать далее буду его умеренно